Благодать и мир вам, дорогие братья и сестры! Примите сердечный привет из города Бельцы, Молдова, из церкви Ковчег, где, по милости Божией, я несу служение пресвитера. И сюда приехал по вопросам благовестия. Я думаю, потом брат Михаил Николаевич расскажет больше, почему мы сюда приехали, но мы вместе с ним здесь. И очень рады быть у вас в церкви, рады быть в гостях вот в этой церкви. И приходя в гости, всегда стоит один и тот же вопрос, одна и та же задача. Чего доброго, что доброго можно сказать этой церкви в качестве пожелания? И очень хотелось бы пожелать вам, дорогие братья и сестры, мира. Знаете, мир в стране, мир в городе, мир в церкви, мир в сердце, он очень необходим каждому из нас. Поэтому мы только-только помолились о мире на востоке Украины. И мы верим, что Господь проведет особо и верующих людей, которые там, и церкви, и каждого из нас, кто поддерживает молитвенно и даст определенные ответы. Будем наблюдать за тем, что Господь делает. Вместе с тем будем глубоко верить, что Господь проводит особо нас по этому пути, по пути переживаний и трудностей. Брат Тарас говорит, ты пристался, и немножко расскажи о себе. Меня зовут Василий, фамилия Герасимчук, и тружусь я в деле благовестия вместе с братом Михаилом Николаевичем и с братом Виктором Гамом уже много лет, проповедуя Евангелие во многих городах и странах. И это вот так кратко о себе. Еще я являюсь пресвитером церкви Ковчег в городе Бельц. У меня одна жена и четверо детей, и буквально 5 июня у нас родилась 12-я внучка. Так что мы богаты в этом плане, Господь благословляет и дает и особый труд на Ниме Божии, и счастье и радость в семье нашей. Когда я готовился к этой проповеди, настраивался, у меня было желание провести параллель. Вот наше выхождение перед Богом с жизнью и шествием израильтян, которые вышли из Египта, из египетского рабства. И вот многие из них просто не дошли. И когда брат Денис вышел и прочитал место из Священного Писания, из послания евреям, которое собирался и я читать, собственно, та же тема была, «А как нам жить, чтобы не потерять спасение?» Я понял, что мне нужно будет поменять тему. Поскольку многие-многие те вопросы, на которые хотелось бы заострить внимание, они повторялись. Я благодарен брату Денису, он разложил все по полочкам. Спасибо, брат Денис. Спасибо. Но я хочу попросить брата Дмитрия разрешения обратить внимание всех нас на вере, неоскудевающей нашей, которая помогает нам жить и дойти до вечного спасения, которое подарил нам Господь. Это не наше. Мы не зарабатываем себе спасение, мы не можем его заработать. Это Божий дар. Он подарил нам. Но вера наша, она помогает нам дойти до той вечной страны, куда мы стремимся. Поэтому речь пойдет о вере, если вы позволите, брат Дмитрий, поскольку вам придется вторично слушать эту проповедь. Сегодня утром я говорил в вашей церкви эту проповедь и буквально за несколько минут до начала переориентировался еще раз сказать, поскольку та тема уже была названа и очень важная тема. Ведь действительно, как нам жить, чтобы не грешить? И как нам верить, чтобы наша вера не оскудевала? Как нам верить? Я прочитаю в основании проповеди из Евангелия от Луки, из 22 главы, а буквально несколько стихов, начиная с 31 стиха. Откройте, пожалуйста, и проследите на украинской мове, чтобы все правильно было. Я прочитаю на российской. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Очень хотелось бы после этих слов сказать «Аминь». И мы скажем «Аминь», да будет так, но не только в жизни Симона, не только в жизни Петра, но и в жизни каждого из нас. Нам очень хотелось бы посвятить свою жизнь полностью Господу Иисусу Христу и проявить особую готовность в жизни нашей пойти, предоставить всю свою жизнь полностью Господу Иисусу Христу. Я не знаю, понимаете ли вы меня на русском языке, нет? Я так говорю, надеюсь, вы понимаете, да? Вы знаете, мы только-только прилетели с Грузии, с братом Михаилом, несколько, буквально полторы недели назад. Вот, и Грузия особая страна. Мы там проводили евангелиционные служения. И когда впервые мы туда прилетели, я очень удивился, что там все буквы с маленькой буквы, все слова с маленькой буквы. Там письменность такая, что особо не прочитаешь, и мы ее и не пытались считать, но буквально все написано с маленькой буквы. Я вчитывался буквально во все плакаты, везде искал хотя бы одно слово с большой буквы. Я был уверен, что я найду это слово с большой буквы, потому что не может быть, чтобы Бог или Дух Святой или Сын Божий было написано с маленькой буквы. Поэтому я искал эти слова, но так и не нашел. Оказывается, и Бог там пишется с маленькой буквы. Вы знаете, иногда мы не понимаем друг друга. Мы иногда не понимаем только потому, что мы говорим на разных языках. Но бывает так, что люди не понимают друг друга, говоря на одном и том же языке? Бывает так или нет? Бывает. Бывает так, что мы не понимаем друг друга, говоря на одном и том же языке. Почему? Потому что либо не понимаем самой сути сказанного, либо наше, наше, свое, вот, своя культура, свой язык, своя страна, своя рубаха, как мы говорим иногда, она ближе к нашему телу. Вот, и мы то, что ближе к нам, то и больше понимаем. Иисус, как считают, Иисус, как считают, Он говорил на арамейском языке. Арамеей называлась та часть Палестины, Палестины, которая занимала пространство от Галилейского моря до современного Ирака. Но не всегда слова Господа Иисуса Христа были понятны. Даже Его ученикам. А ведь они говорили на одном и том же языке. На арамейском языке. Когда Иисус сказал ученикам Своим, что вот они отправляются в Иерусалим, где сыну человеческому надлежит много пострадать, и, наконец, Его убьют, и в третий день Он воскреснет, написано, что они из этого ничего не поняли. Слова сии были для них сокровенные, и они не разумели сказанного. Луки, 18 глава. Они не поняли, что сказал Господь. Потом они, вспоминая, говорили, вот о чем Он говорил. Вот. Пилату Иисус сказал, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает Глаза Моего. Иоанна, 18 глава, 37 стих. А что есть истина? Вопросом ответил Пилат. Спросил Пилат, что есть истина? Он не понимал этих слов, сказанных на том же языке Иисусом Христом. Более того, Пилат не мог понять даже действий нашего Господа Иисуса Христа. Смиренно ожидать казни, отказаться от какой-то самозащиты, не говорить никаких слов в свое оправдание. Все это граничило в его понимании с каким-то безумием. Разве можно было Пилату понять этого человека? Он не понимал. И вот Петр, Петр, тоже не понял Иисуса Христа. Обратившись к Петру, Иисус сказал то, что мы прочитали с вами. Вы знаете, Петр, он уже почувствовал себя каким-то лидером среди других учеников. Он обрел какую-то силу и значимость в собственных глазах. И вот когда Иисус сказал, что молился о нем, чтобы не оскудела вера его, Петр так и не понял Иисуса. Я сравниваю всегда вот этот момент с моментом, если бы кто-нибудь из нас предупредил сегодня преуспевающего бизнесмена. Я уверен, что есть среди вас преуспевающие бизнесмены. Еще совсем недавно это слово было каким-то, знаете, нарицательным для верующих. Я помню, в молитвенном бюллетене мы написали в нашей церкви, молитесь о встрече бизнесменов. И вот один брат позвонил и говорит, ты составлял молитвенный бюллетень? Я говорю, я, нет, не будем молиться мы об этом пункте. Зачем ты просишь молиться о бизнесменах? И вы знаете, спустя буквально короткое время этот человек сам стал бизнесменом. И мы иногда не понимаем тех слов сказанных, но Господь потом дает нам момент для того, чтобы понять. Так вот скажите сегодня преуспевающему бизнесмену, что завтра его бизнес лопнет, что источник его дохода оскудеет. И вы увидите такое же поведение, какое было у Петра. Такого в принципе быть не может, скажет бизнесмен. Я хорошо, хорошо стою на ногах, у меня есть определенный запас прочности, у меня очень надежные партнеры. Так думал и Петр. Так думал и Петр. Что может поколебать веру у меня? Что может поколебать, если даже все они одиннадцать отойдут? Я, двенадцатый, буду с тобой, Иисус. Я готов и в темницу, и на смерть идти. Ну а теперь, личный вопрос каждому из нас. Позвольте это сделать. Я хочу спросить вас, братья и сестры, что вы думаете о своей вере? Что вы думаете о своей вере? Какова она у нас? Какова она у тебя, брат? Какова она у тебя, вера, сестра? Какова? Можем ли мы взвесить эту веру? Можем ли мы ее измерить? Можем ли мы температуру ее измерить? Можем ли? А ведь апостол Павел во втором послании к Олимпианам, он призывает нас, чтобы мы все-таки испытывали, вере ли мы находимся. Испытывайте, причем не другого. Я не могу измерить веру другого человека. Я не могу даже знать, какова у него вера. Но я могу спросить, какова у него вера. О своей вере. Что вы думаете? Апостол Павел советует, испытывайте самих себя. Назвать себя верующим человеком, это еще не все. Это достаточно мало. Вы знаете, этот вопрос или вот этот момент, он так созвучен с тем, что мы читаем в первом послании Иоанна. Иоанн пишет следующее. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и... Что дальше? И быть, правильно, сестра? И быть детьми Божьими. Чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это разные вещи. Чтобы нам быть верующим и называться верующим. Это разные вещи. Иван Николаевич Романюк вчера на встрече, беседуя с ним, он говорит, пройди по Львову, и ты не найдешь. Разве может быть только очень и очень старого человека, который скажет, что я атеист. Но ты, собственно, не найдешь человека, который не скажет, что он неверующий. Все скажут, что они верующие люди. И вот очень важно, очень важно, чтобы у всех была вера живая. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Фоме, Иисус сказал своему ученику, который следовал за Ним, который видел чудеса, который укреплял свою веру, видя эти чудеса, который был неоднократно с Иисусом. Иисус сказал, не будь неверующим, но будь верующим. Будь верующим. Если из скромности нашей мы ничего не можем сказать о вере нашей, то, может быть, вы скажете, что думают о верующих, посещающих эту церковь. Я уверен, что о верующих, которые посещают эту церковь, что-то говорят. Что они говорят? Что они говорят? Возможно, говорят хорошее. Какова молва о вас, о вере вашей, блатя и сестры? Апостол Павел, обращаясь к церкви в Фессалониках, он пишет следующее. Причем в этом письме он дает оценку их веры. Он пишет следующее. Первое послание фессалоникицам, первая глава, седьмой и восьмой стихи. Он пишет верующим в этой церкви. «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Вы стали образцом для верующих». Заметьте, в чем об этой церкви в Фессалониках узнали? Не то, какими они живут в быту, не то, к чему они больше привязаны в жизнь, не о их, знаете, каких-то политических амбициях или, может быть, направлениях, они, не о их богатстве, нет ни в коем случае. Здесь говорится, что там, в Македонии и Ахаии, слыша о вас, подражают вашей вере в Бога. Подражают вашей вере в Бога. Во всяком месте знают о вашей церкви. Слава о вашей вере в Бога прошла повсеместно. Какая хорошая и достойная оценка веры, не правда ли? Очень хорошая, очень хорошая. Знаете, как пастор церкви, я очень хотел бы, чтобы о нашей церкви говорили не только как о самом большом здании, не о том, что там есть много хоровых коллективов, не о том, что там есть несколько музыкальных оркестров, не только о том, что там много молодежи, нет. Очень хотелось бы, чтобы говорили и об этом, но чтобы говорили о вере, о вере, чтобы эта церковь известна стала не только своим прекрасным зданием, но и непокоребимой верой в Бога всех ее членов. И чтобы эта добрая слава распространилась везде и всюду. Для чего? Чтобы себя прославить? Ни в коем случае. Нет. А для того, чтобы нашей вере в Бога подражали другие церкви. Вы знаете, это взгляд со стороны человека, это взгляд со стороны других церквей. Мы можем делать какой-то анализ. Мы можем. Кто-то, слушая об этом, спросит, а как они увидят веру нашу? Как они увидят веру людей, которые приходят вот в эту церковь? Правильно, правильно, брат Дмитрий. Это потому, это, я думаю, что не потому, что вы слышали, а потому что знаете, вот, что говорит апостол Петр. Вы, прилагая все старание, покажите в вере вашей. И далее он перечисляет, что можно показать. И по этим делам, собственно, узнают о вере вашей. Покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, благочестие, братолюбие, любовь. Если все это есть у вас, и оно умножается, то вы не останетесь без успеха. Этот успех будет очевиден для других людей, для других церквей. Это, как я уже сказал, взгляд со стороны человека. И взгляд со стороны других церквей. Ну, а как на веру нашу смотрит сам Господь? Как Он может сейчас посмотреть вот на братьев, сестер, на каждого из нас, на меня, и скажет, очень хотелось бы, чтобы вера была больше, крепче. Очень хотелось бы, чтобы она не оскудевала временами. Очень хотелось бы. Так вот, женщине-хананьянке, которая неотступно ходила и умоляла Иисуса помочь, ибо дочь ее жестоко безнавалась. Помните, Матфея 15 глава, 28 стих. Вот этой женщине Иисус сказал, «О, женщина, велика твоя вера, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Знаете, ее не смутило то, что Иисус Христос долго ей не отвечал. А ведь был момент, когда она говорила, «Услышь, посмотри на дочь». И он ей не отвечал. А когда ответил, казалось бы, всякая надежда уже была потеряна. Помните, что он ей сказал, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Нехорошо. Так, Господь, так. «Но и псы едят крохи, которые падают со стола, Господь их. Велика вера твоя женщина». И это уже взгляд и оценка не людей. Это взгляд и оценка самого Господа. Он видит веру нашу. Он видит веру каждого из нас. И он очень хотел бы, чтобы ни при каких обстоятельствах наша вера не угасала, не оскудевала. «Я молился о тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя. И попросил сатана сеять вас, как пшеницу». Другими словами, «Петр, Петр, знай, говорил Иисус, что придут трудности, наступят дни, наступят такие обстоятельства, которые отрицательно повлияют на твою веру. Вера у тебя есть, но она может оскудеть, она может угаснуть. Именно поэтому я и молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Когда мы оскудости говорим, мы понимаем, что мы говорим о чем-то малом, что это беднота, что это нищета. В Грузии, опять же, приведу такой пример. Мы посетили один район, который является самым бедным в этой стране, это Кахетия. Мы увидели бедные лачушки, где проживают, продолжают жить люди. Вместе с тем, мы увидели хоромы, в которых живут другие люди. Вы знаете, вот все это несопоставимо. Мы говорим о скудости. Молдова самая бедная страна в Европе. И это официально признано, это официально напечатано, это официальная информация. Более 60% живут за чертой такой своеобразной бедности. Но может ли этот факт скудости, бедности, нищеты, может ли этот факт как-то помешать нам в служении Богу? Я не знаю, я не знаю, как вы живете, но я уверен, что даже если бедно, то это не мешает вам служить Богу. Однажды, находясь в Москве, в центре возрождения, я позвонил пастору в Краснодар и попросил меня встретить. Сказал, что вылетаю, буквально следующим рейсом. Прилетел в Краснодар, очень быстро нашел выход, вышел и нашел табличку возрождения. Я подошел к этому человеку. Вы из возрождения встречаете? Он говорит, да. Он взял мои вещи и вот мы пришли к машине. Первым, что я очень удивился, была очень дорогая машина. Я думаю, братья здесь, наверное, богатые. Мы не думали о скудности, мы не думали о нищете в тот момент, когда подошли к этой машине. И вот когда мы ехали, я обратился к этому человеку и говорю, куда вы меня везете? А он говорит, «А куда тебе нужно?» Я говорю, «Вы везете меня в церковь или в гостиницу?» «В какую церковь?» спрашивает он. Я говорю, «Ну, куда пастор вам сказал везти?» Он говорит, «Какой пастор?» Я вообще встречаю представителя Банка Возрождения. Я попросил, чтобы мы развернулись. И очень быстро мы нашли другую машину. Уже жигуленок такой, еле-еле ехал. Тем не менее, мы встретились с пастором. И вы знаете, я подумал, ну, какая большая разница, когда мы говорим о скудности, можем ли говорить, что этот факт может помешать служению Богу? Нет, ни в коем случае не должен помешать служению Богу. Наблюдая за вдовой, Иисус увидел, что и в скудости своей она пожертвовала много. Апостол Павел говорил, «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Все могу у укрепляющим меня Иисусе Христе». Ну, а если мы говорим, братья и сестры, о скудости нашего здоровья? Ведь часто, и очень часто, в разговорах наших мы слышим этот ропот, который присутствовал и у израильского народа. Ропот. Именно из-за ропота. Господь не любит ропот. И часто мы ропщим, часто мы молимся, «Господь, подкрепи наше здоровье». И кто не хотел бы быть богатым здоровьем? Особенно сегодня, если учесть, чем люди дышат, чем питаются, что пьют. Но Павел просил себе здоровья и получил своеобразный отказ. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12 глава. Чем больше мы нуждаемся в Боге, тем более Бог помогает нам. Если только в нашем сердце есть вера. Не секрет, что здоровье наше, физическая сила, с годами оскудевает. Но тот же Павел пишет, «Да не унываем. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Скудость средств или болезни, или старость, это вовсе не препятствие нашим служению Богу. Конечно, кто не хотел бы иметь и средства, и здоровье? Именно этому, как я уже сказал, посвящены большинство наших молитв. Но что может сделать для Бога человек со скудевшей верой? Это вопрос каждому из нас. Что может сделать для Бога человек со скудевшей верой? Что? Как вы думаете? Ничего. Ничего. Ничего он не может сделать. Ничего, потому что без веры Богу угодить невозможно. Евреям 11.6. Именно на веру в первую очередь Господь обращает внимание. Вера может под воздействием каких-то различных факторов. Она может оскудевать и гаснуть. Но она же, она же может возрастать, становиться горячее, становиться сильнее. И чем больше вера оскудевает, тем меньше мы угождаем Богу. Чем сильнее и горячее становится наша вера, тем больше мы угождаем Богу. Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, чтобы ты воинствовал, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Первое, Тимофею, первая глава 18-19 стихи. Это слова старца Павла, который утверждал в служении молодого служителя Тимофея. «Прошу тебя, преподаю тебе, сын мой, чтобы ты воинствовал, как добрый воин». И вот этот Павел, который знал, что такое кораблекрушение, он сравнивает, сравнивает оскудевание веры с кораблекрушением. Я не знаю, видели ли мы катастрофу когда-нибудь, но слышать, то мы слышали. И часто, достаточно, особенно в наше последнее время, каждый день, что не новость, то новость о катастрофе. На днях, недавно, буквально совсем, Ил-76, сбитый на востоке Украины, упал и 49 человек погибло. Это ужас, это катастрофа. И вот угасание веры Павел сравнивает с подобной катастрофой. Независимо, что привело к этой катастрофе, порочная совесть или, может быть, бессовестная рука недоброжелателя. Я молился о тебе, Симон, чтобы не оскудела вера твоя. И далее, заметьте, ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Христос знает, что будут трудности, что сатана противостанет, молит Отца Небесного о вере Петра, при этом он думает не только о Петре, но и о братьях его. Этим самым Господь включает механизм духовной взаимоподдержки, который должен работать в каждой поместной церкви. Я молился о тебе, сестра, я молился о тебе, брат, чтобы не оскудела вера твоя. Так должно звучать при каждой встрече, братьев и сестер, поверь, какова вера твоя, брат, какова вера твоя, сестра, с тем, чтобы узнать, может быть, нужно поддержать молитвенно. Так должно, вот это должно нас волновать, братья и сестры. Апостол Павел в том же послании в Фессалоникийской церкви, веру, которую он превозносил, которую хвалил, которую ставил в подражании. Помните, в первой главе он говорил, что вере вашей подражают многие и в Македонии, и Ахаии. В третьей главе, в третьей главе проследите в этом же послании. Он пишет уже нечто другое о вере этой церкви. И он пишет, посему и не терпя боли, я послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель. Узнать о вере вашей сестры, вашего брата. Это задача каждого из нас. Знаете, я приводил пример сегодня утром в церкви на Варшавске о Румынии. Мы трудились с братом Михаилом Николаевичем в этой стране. Немного зная румынский язык, я всегда спрашивал у людей, думая, что я хоть немного знаю этот язык. Вы знаете, может быть, от незнания этого языка и повторял одну и ту же фразу. Она звучала таким образом. Как твоя жизнь? На румынском это кумвяц. И вот братья даже несколько шутя подарили мне кружку, когда я уже уезжал из этого города, где была выкровена эта фраза. Кумвяц. Как жизнь? Вы знаете, я очень хотел бы, чтобы эту фразу как-то поменять. Да не о жизни мы должны спрашивать, хотя о жизни тоже, но мы должны спрашивать, а как же твоя вера? Я очень хотел бы, чтобы там было написано другое. Кум есть кривинца, дум не вастре. Как твоя вера, брат? Как твоя вера, сестра? Вот это взаимоподдержка, значит, она должна работать. Вот этот механизм вот этой взаимоподдержки, он должен работать в поместной церкви. А что же Петр? Что же Петр? Что он мог сказать о своей вере? Впоследствии перед нами предстанет уже не самоуверенный рыбак, бьющий себя в грудь, а умудренный служитель. И начиная свое второе послание, он напишет следующее. Откройте 2 Петра 1 главу, 1-2 стихи. Там написано так, «Симон Петр и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Верующий Петр пишет верующим людям, которые, как и он, приняли этот дар, дар по благодати, драгоценную веру в Господа Иисуса Христа. Роль этой веры в жизни нашей, в нашем путешествии в ту небесную страну, в нашем вхождении перед Богом, чтобы не потерять нам это спасение. Роль этой веры просто неоценима. В чем драгоценность этой веры? Тот же Петр дает нам ответы. И мы кратко просто остановимся на этих ответах. Первое, что говорит Петр в первом послании Петра 1.7, «Испытанная наша вера, она драгоценнее золота». Давайте, дорогие братья и сестры, богатеть, богатеть в том, что по-настоящему ценно укреплять свою веру. Господь может укрепить нашу веру, но мы должны следить, чтобы она не оскудевала. Второе, верою достигаем спасения душ, 1 Петра 1.9. Еще Мартин Лютер, вы знаете, а вот этот храм, он как-то строился, лютеранская церковь, думаю, что здесь слова Мартина Лютера не раз цитировали с этой кафедры. Так вот, еще Мартин Лютер жирно подчеркнул в Библии то место, и это, знаете, перевернуло тогда привычное представление номинального псевдохристианства, праведной верою жив будет, но какой верой? Апостол Яков пишет нам, что вера наша должна быть из дел наших. Вот это живая вера. И третье, твердую веру противостоим противнику дьяволу, который ходит, как рекающий лев, ища кого поглотить. Первое Петра 5, 8, 9. Я вижу два таких особых направления, куда направлены сегодня стрелы лукавого. Он неистует, он старается, он пытается. Кое-что ему удается. И мы видим сегодня, то там, то там проходят различные парады в защиту иных ценностей в семье. Не тех, которые утвердил и задумал Господь, а вот разрушить вот эти семейные ценности, направленные вот эти стрелы. Чтобы разрушить эти семейные ценности, дьявол старается. И он направляет вот эти стрелы, стрелы лукавого, разрушить семью в том виде, как ее задумал Господь. Ну и второе, вторая цель это разрушить веру, то есть посеять сомнения. Если у тебя появились сомнения, дорогой брат, дорогая сестра, то вера твоя будет оскудевать с каждую минуту. Если вера твоя оскудевает, то и противодействия дьяволу у тебя не будет. У тебя не будет. Опасность потерять веру есть. И эти опасения основаны на священном писании. Если бы это не слова нашего Господа Иисуса Христа, я бы назвал это место самым пессимистическим в Писании. В Луки 18,8 Иисус сказал, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Речь идет не о том, что на земле может вообще не стать верующих людей, а о том, что настоящую веру Иисуса Христа будут иметь далеко не все люди. Данил скудевает вера твоя, брат мой, Данил скудевает вера твоя, сестра моя, дорогая церковь. Об этом мы сегодня молимся, чтобы у каждого из нас эта вера крепла, умножалась, ибо Господь желает именно этого. Он молился о Петре, а вместе с тем он молится о каждом из нас, чтобы вера наша не оскудевала. Да благословит Господь вас. Аминь. Это... Аминь. Спасибо. Продолжение следует...